Привет дорогие друзья, новый выпуск по роялю, моя команда бустеров и я в том числе готовимся к завтрашнему испытанию, которое надо сделать на 20 побед, где будут крутые призы, где будет отбор на чемпионат, ну это такой нишевый конечно приз, но все равно очень крутое испытание, я вам обещал, что я буду показывать разные колоды, обещал, что буду показывать разные повторы, ну и собственно у меня испытание большое, вроде на 12 побед, у меня много бустеров уже показывали колоды, я уже показывал деку с гиганта плюс молнии, обещал показать еще с големом, но это уже будет завтра, сегодня я вам покажу колоду ребят, которую вы ну вряд ли видели, ну подобную возможно, но именно эту деку составил мой бустер, я не знаю где она ее взял, в общем выглядит она следующим образом, это шарик плюс шахтер, 3 и 1 эликсир, ребята, мега колода дешевая, в общем я не знаю как он с ней выиграл, поэтому сейчас буду вместе с вами смотреть повторы, потому что ну я более-менее понимаю как шарик там ледяный голем впереди, сзади шарик, да, шахтером там добивать, но все равно более детально, мы сейчас посмотрим на повторах, потом откроем сундучок, вот и собственно предлагаю перейти к повторам, но ребят, прежде чем мы перейдем к повторам, я попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и включить колокольчик, потому что завтра, а именно завтра, да так стоп, а мне нужно открыть сундук, потом посмотреть на турниры, в общем завтра будет испытание, где нужно сделать 20 побед, и завтра я вам покажу как мой бустер его прошел, покажу какой колодой, поэтому подпишись и колокольчик включи, чтобы в числе из первых узнать об этой деке, я надеюсь ты уже это сделал, ну и лайком надеюсь тоже отблагодарил, ну что давайте посмотрим повторы, последний повтор был вообще другой колодой, и я не понял, а что это за последний повтор поражения, но испытание пройдено, это какой-то глюк, но последний повтор был победа, вот, последний повтор это победа 12, не знаю что это за глюк, и так стоп, он говорил где-то тут очень мощный игрок был, а вот, 5700 кубков, ну в общем мы сейчас посмотрим все его повторы, а вот еще тоже неплохой, так или, а это какой так, ну давайте начнем вот с этого колоды, против очень популярной деки, как все многие называют, спеллбей, то есть развод на спеллы, коблинская бочка, ракета, принцесса, банда гоблинов, то есть ну эту деку, эту деку все уже знают, давайте посмотрим как он ее выиграл значит, готовится шахтер, хорошо, что он увидел принцессу, наверное убьет сначала принцессу шахтером, отлично, и выбросил он за принцессу, и видим, что банда гоблинов противник не угадал мой бустер не дремлет, винчестер бустил, вот, я буду называть его винчестер, винчестер не дремлет, сразу фаерболом добил банду гоблинов, мини пекой законтрил бочку с гоблинами я так понимаю, что сейчас будет шарик, да, смотрите, шарик, плюс, ну давай, не, ничего не выбрасывает, готовится зап, ну скорее всего ничего а нет, запнул, запнул он инферно, и шарик долетает и делает одну тычку, а одна тычка, ребята, сносит, ну блин, порядка 700, по-моему, хитпоинтов я вот честно, вот сколько играю, не помню, сколько сносит шарик за одну тычку ну прилично, в общем, снес, он осталось 1400 хп, так, принцесса сагрилась, а нет, на мегамуху, отлично но мы тоже, кстати, много потеряли, знаете, минус, кстати, именно конкретно в нашей колоде, то, что я не видел, что у нас, бревно, зап, а, у нас зап ну да, вот против колоды, конкретно, которая против нас, вот сложно играть, потому что зап тебе приходится тратить на инферно ну, в большинстве случаев шариком, а вот гоблинскую бочку контрить приходится какими-то юнитами, это сложно, действительно шахтер танчит, забрасывается у нас шарик, плюс летучие мыши, быстренько, смотрите, как быстро убиваем инферно и она долетает, ой, она, он, шарик, а нет, не долетает, но взорвется он возле вышки я думал, долетит, 1000 хп остается, так, фаерболом контрить будем, смотрите, фаерболом контрим, не пожалел целый фаербол законтрил гоблинскую бочку, окей, смотрим, что будет дальше по эликсиру, значительно мы проигрываем у противника целых 7 эликсиров, у нас только 5, готовится ледяной голем, наверное, не знаю смотрим, рыцарь подходит к вышке, мини пека возле нашей вышки, плюс отвлекается бонда гоблина в ледяным големом нечем контрить бочку, поэтому бросаем фаер, ну, нечем, я это имел ввиду, что зап мы потратили, то есть нечем приходится фаерболом, это невыгодно, потому что фаербол на один эликсир дороже так, смотрим дальше, что будет, мини пека и контр, ну, тут уже, да, тут уже фаербол либо зап нужно сэкономить потому что у нас, смотрите, мини пека и мегамуха идет на карте, летит точнее блин, а смотрите, какой меткий противник и ракетой попал по шар, ну, то есть по всем юнитам, убил всех юнитов я бы так не смог, ну, мои зрители знают, как я с пылами пользуюсь, а фаерболом, блин, по вышке попасть не могу вот сейчас противник реально затупил, вот если бы он кинул прям на вышку гоблинов, он бы нанес свой урон он бы нанес и снес бы где-то 300 хп точно, и там бы уже ракетой добил вот тут он заглупил, серьезно, тут ошибка была у противника ну, тут, смотрите, забрасывает он ракетами, поэтому ему сейчас будет трудно законтрить шарик готовится зап, сейчас банду гоблинов убиваем, все, смотрите, фуловый шарик летит все, его не остановить, нет у противника ничего, ну, и напоследок фаербол слушайте, ну, мне кажется, ошибка была одна у противника, когда он гоблинской бочкой кинул чуть-чуть левее, у нас ведь нет бревна, зачем это было делать, ну, не знаю так, еще повтор, против голема давайте посмотрим тоже популярная дека, голем, молния, ночная ведьма, то есть, ну, я думаю, вы знаете давайте посмотрим, как выиграли ее так, перебирает карты, либо шарик, либо шахтера думает сейчас посмотрим, какой будет заход ждет какой-то ход от противника винчестер, не спешит выставляет голема противник, и мы заходим шарик плюс шахтер и летучие мыши за шариком спокойно, смотрите, контрим мегамуху шахтер у нас танчит вышку, и долетает шарик, смотрите, на изи, потому что противник потратил 8 фиксира на голема, и мы воспользовались этим, и просто запушили по эликсиру мы снова в плюсе так, сейчас главное убить маленького дракончика мегамуха с этим должна справиться блин, ну чуть-чуть не хватило, там просто ночная ведьма немножко помешала ледяной голем отлично справился со своей задачей уничтожил летучих мышей, и уничтожил маленького дракончика фаерболом контрятся маленькие големчики плюс ночная ведьма, окей смотрим, что будет дальше по эликсиру пока практически наравне шахтер забрасывается на сборщик эликсира и я не знаю, как ему так везет, но противник не угадывает с высадкой шахтера и не там выбрасывает гоблинов, что в прошлой атаке, что в этой то есть, ну если бы сейчас с гоблинами противник словил бы шахтера, то, блин, было бы намного сложнее так как сборщик был бы фуловый смотрим, ставится голем вау, вот это принадлежение было на трешку только что неожиданно для меня дракончик, смотрите, на летучих мышей и шарик долетает, делает одну тычку и все, и больше не успевает сделать ну, окей, смотрим, что будет дальше мини пека на голема так, готовится сейчас, наверное, мегамуха да, надо мегамуху уничтожить не, наверное, голем потом или мегамуха, не знаю в общем, ну эту вышку он справа теряет, наверное, на мое мнение потому что, смотрите, сейчас удвоенный эликсир и у противника есть мол, да, да, 100% теряет так, смотрим, я, кстати, не знаю итог боя, тут трешка будет или на две звезды в общем, сейчас посмотрим забрасывается шахтер нет, смотрите, идет на две звезды и снова не угадывает противник блин, ну это круто, молодец он реально, вот я бы, наверное ну, не знаю, может и так ему повезло, но он в этот раз его на другую сторону выбросил шахтера, а противник думал что он на одну и ту же будет точку высаживать его, поэтому гоблина выбросил сверху ладно, это не суть, короче, не важно сборщик уже в конце не так важен тут сейчас реально пойдет пуш итак, смотрим значит, готовится сейчас шахтер плюс шарик противник что? мне показалось, что противник готовится сейчас ставить сборщик я уже, блин так, и мегамуха выпускается маленький дракончик плюс зап и шарик долетает все, взрывается возле вышки и это победа а, ну, еще докидывается фаербол ух ты, блин вот это в конце было эпично вы видели? секунда в секунду то есть уже 0 было секунд и противник выбрасывает молнию то есть блин, ну не знаю круто возможно, бой бы продолжался так, ну, было потненько было потненько ну и давайте против гиганта кстати, тоже популярная дека гигант мини пека летучие мыши ледяной колдун вышибала только я еще в этой вариации знаю хога ой, не хога я извиняюсь молнию не знаю, почему я сказал хога молния молния еще есть в этой колоде я, ну, что-то ну, что-то подобное уже показывал только не было вышибалы у меня там был, по-моему, палач не, не палач ну, в общем, не помню если вам интересно можете подписаться зайти посмотреть какую колоду показывал с гигантом итак идет ледяной голем плюс мегамуха на нас идет ледяной колдун и летучие мыши мы, в свою очередь тоже готовим летучих мышей так, смотрим что будет дальше готовится, наверное, шарик готовится, наверное, шарик ну, противник смотрите потратил всех юнитов которые оттачат воздух у него максимум что он может сейчас выбросить это молнию это молнию и все так ему нечем котрим шарик и по правой стороне мы идем шарик плюс шахтер готовится смотрите мини пека а, ледяной колдун ну, уже откатился но все равно шарик уже подлетает и тычку нанесет если бы не летучие мыши то две тычки там было бы законно окей мы не дали сделать ему атаку это хорошо смотрите он готовился к атаке да, вышибал и выбрасывал готовился там ставить гиганта но не тут-то было мы сразу по другой стороне зашли с шариком ему пришлось контрить это все и, соответственно, его атака провалилась собственно и у нас удачно атака прошла хоть одну тычку всего лишь нанес шарик 1200 хп остается окей смотрим, что будет дальше теперь противник знает чего ожидать я думаю, что в этот раз он мега муху ну, точнее юнитов, которые контрят воздух не будет зазря тратить все, он понял что мы будем добивать его по правой стороне поэтому выше балла идет ну, мы теперь по противоположной стороне едем шарик плюс шарик плюс летучие мыши блин, ну, это прикольно и все равно шарик долетает да? да да с помощью запа шарик делает одну тычку отлично и там теперь у нас тоже остается 1000 хп то есть нам сейчас не важно с какой стороны атачить все зависит от того по какой стороне будет пушить нас противник мы сразу же по другой начинаем контрим мини пекой вышибалу снова, смотрите он выбрасывает вышибалу окей выбрасываем мы сейчас по левой стороне идем шарик плюс шахтер опять то же самое повторяется мы уже знаем что нам ожидать тут он успел а нет смотрите шарик не выбросил шарик он не выбросил задефать решил гиганта и все равно урон прошел все равно урон прошел 800 хп остается контрим мы гиганта выбрасывается молния значит 4 эликсира у противника шарик плюс плюс ничего ой шарик шахтер плюс фаербол все я понял он дальше не будет шарик выбрасывать чисто экономить эликсир блин грамотно играет винчестер мне если честно трудно комментировать бой потому что я бы играл совсем по другому и ну естественно играл бы неправильно вот мне очень полезно смотреть такие повторы и ну круто сыграл согласитесь снова забрасывается шахтер и что там фаербол 1 кинуть и плюс зап все это победа хорошо отыграл что против голема что против гиганта интересные были атаки и очень грамотно использовал свой эликсир и грамотно оттачил молодец кстати колодой он это играл всего лишь сегодня первый день он ее только сегодня подобрал в общем не знаю ребят как этой декой 20 побед будет но уже как вариант есть завтра все узнаете подпишитесь и завтра все узнаете ну что предлагаю открыть сундучок по идее должна быть легендарка потому что давно она уже не падала поехали 22 тысячи золота ракета исцеление кстати ракета очень полезная карта для меня я ее хочу на 10 уровень поднять скоро у меня маленький дракончик 7 будет сборщик уже до 10 печка отлично как видим у меня печка прокачивается уже до 11 уровня 272 карты я имею дальше подрывник у нас дальше зеркало мини пека отлично мегамуху подкачаю немножко как раз тесла слушайте много по моему много команд если сейчас будет эпики эх к сожалению нет леги не будет ну и ладно дайте мне с эпических яд либо дракончик уже падал вряд ли он выпадет ну палача или яд не знаю в чем мне вышибалу дают ну в принципе в принципе не важно любые эпики мне нужны ну в общем как то так ребят смотрите у меня 753 тысячи золота если завтра проходит неиспытание на 20 побед плюс 250 тысяч и у меня ребята на балансе будет миллион мы его потратим поэтому подпишись поставь лайк включи колокольчик чтобы не пропустить новые ролики потому что я для вас стараюсь спасибо всем за просмотр за поддержку ребят до новых встреч и всем ребятки пока